В описании к видео вы можете найти временные метки, нажав на которые переместитесь сразу в соответствующую часть ролика. Внимание! Данное видео не призывает к употреблению алкоголя в любом его виде. Все, что вы видите на экране, выполнено профессионалами. Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня на канале я хотел бы рассказать вам о очередном российском виске, Whiskey Fowler's. Итак, виски поставляется в необычной оригинальной бутылке, имеет пробку, видимо, похожую на пробку из пробкового дерева. Возможно, она, конечно, пластиковая. Давайте откроем сразу и проверим, насколько она, из чего все-таки сделана. Да, это какие-то синтетические материалы. Вот, значит, бутылка необычная, это понятно уже, да? Брендирование сверху бутылки есть выбитые на стекле надписи. В принципе, наверное, больше и ничего такого. На этикетке нарисована сова, написано Fowler's. Fowler's виски пятилетний. Значит, крепость напитка 40 градусов, объем бутылки данной пол-литра. Производится данной виски компанией Ладога, что находится где-то в Санкт-Петербурге или в области. Что интересного можно рассказать о данном напитке, судя из этикетки, кстати, да, сразу я налью, зачем я его открывал-то, да? Написано, что выдерживается он в трех видах разных бочек в течение пяти лет. Не знаю, на самом деле, насколько это отразится на вкусе, но бочки используются американского дуба, по-моему, французского дуба и кавказского дуба. Я, если честно, дубы эти на вкус пока еще не понимаю, возможно, когда-то это ко мне придет, но имеем то, что имеем. Дальше, все-таки, из чего состоит данный виски? Давайте посмотрим. Комбинация используемых сырья и нескольких видов дуба, да-да-да. Так, состав. Вода питьевая исправлена, дистиллят висковый, зерновой, выдержанный не менее пяти лет. Краситель сахарный колер. Все. Больше ничего. Дистиллят, не знаю, видимо, используется какой-то свой российский. Ну, не написано, в общем-то, чей дистиллят, но я думаю, наш. Что ж, налил. Я думаю, надо дать ему все-таки подышать, на всякий случай. Понятно, что некоторые виски, может быть, в этом не нуждаются, но я пока таких еще не встретил. В основном, у всех очень преобладает на старте спиртуозность. Очень сильная, поэтому попробуем дать шанс данному напитку. Подождем. Ну что, думаю, можно посмотреть уже, что представляет он с себя. По крайней мере, прозрачный, ничего не плавает. На запах есть легкий запах ванили. Кстати, спирт не чувствуется. Ну, прям вот спиртуозности явно нет. Что-то сладкое. Ну, я чувствую только ваниль. Не знаю, что еще там, кто почувствует. Ну, нет, ваниль. Ваниль, причем, не самое приятное. Такую я уже встречал в некоторых российских виски. Она совершенно мне не понравилась. По цвету напиток достаточно светлый. Ну, средний такой между темным, да, виски и совсем, который пшеничный. Не янтарный явно. Давайте попробуем, я думаю, что там. Что на вкус-то у нас получилось. За пять лет выдержки в разных бочках. Как они это делают, непонятно. Ну, ладно. Что же он мне напоминает? Он мне напоминает, кстати, Наблстаг, по-моему. Так он называл. Тульский виски. Может быть, не Наблстаг, но... А, ну, Наблстаг, да, наверное. Напоминает, наверное, все-таки Наблстаг. Что-то прям есть такое, да. Ну, давайте попробуем. Чего его не ухать только. На вкус довольно-таки странно. Деревом отдает какой-то сженостью, не знаю, прям... И какой-то коньячность. Прям... Не знаю, не прикольно. Не нравится. Мне такой виски, например, не понравился. Возможно, конечно же, плавающее качество. Мой экземпляр выпущен 19 апреля 2022 года. Возможно, конечно, ваш будет на вкус отличаться. Но вот на послевкусие прям что-то вроде темного шоколада, я не знаю. Ну, такое, что-то горьковатое. Не знаю, не прикольно. Мне не нравится, если честно. Компания Ладога 5 лет настаивала и что-то настояло, мне кажется, не то. Не знаю, пишите в комментариях ваше мнение, потому что очень интересно на самом деле, кто что почувствовал в этом виске. И интересно, все-таки меняется ли качество от партии. Будем смотреть. Ну, а сейчас, как обычно, давайте бухнем туда колы, пока она еще есть, в продаже в России. И посмотрим, что получается с колой. Вжух и виски кола у нас стоит. Попробуем с колой. Давайте посмотрим, что на запах. На запах то же самое. Вот это выпирающий ваниль непонятное. И прям запах, не знаю, сырого дерева, что-то появился с колой, кстати, неожиданно. Прям очень напоминает другой виски, который я не стал пить, причем только с колой. Один он так не пах. Прям сырость, подвальность какая-то, не знаю, неприкольная. Возможно, это как раз кавказский дуб, конечно, делает такие вещи. Но запах совершенный, нерадостный. Ну, будем пробовать. На вкус даже с колой, да. Прям с колой стал, мне кажется, даже хуже, чем без колы. Неприятный виски. Напоминаю, цена его около 500 рублей сейчас в крупных сетях. Можно купить, но, не знаю, по мне, по мне, в принципе, можно уже делать выводы, наверное, да. По мне, виски, если он не пьется с колой, то это троечка из десяти. И то я не знаю, за что троечка. Возможно, и двоечка. Но три из десяти просто потому, что без колы он еще более-менее прилично пьется. Ну, как более-менее, на троечку. То есть, не надо сравнивать этот виски с каким-то, талискером там или еще с чем-то. Потому что разная ценовая категория. И виски за 500 рублей, в принципе, конкуренты у него как минимум есть. Это тот же Вестерн Салон. Что там еще за 500 рублей? Сейчас даже не знаю, что еще подают за 500 рублей. Давно уже не обращал внимания. Но уверен, что за 500 рублей конкуренты у него найдутся. Итак, моя оценка. Это три из десяти. Просто из-за того, что его можно пить без колы, более-менее нормально. С колой этот виски пить неприятно. Появляется какой-то мерзковатый запах. Запах какого-то сырого дерева. Не знаю, подгнившего. Не прикольно. В принципе, на этом, наверное, и все. Ребят, для коктейлей я не уверен, что подойдет. Как самостоятельно. Но если кто-то любит недорогие виски пить самостоятельно, то, возможно, вам подойдет. Но присутствует какая-то химическая ароматизированность ванилью, которая мне, например, совершенно не нравится. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Будет интересно.